Американская менталитета Нам необходимо обращаться к нашей природе К нашей природе, к нашему естеству Которое непосредственно взаимодействует с настоящим моментом То есть у нас отсутствует понятие такого будущего и прошлого То есть нет такого растяжимого времени Отсюда у нас актуальны вопросы адаптации к самому себе К самому себе настоящему, принятие самого себя И соответственно трансформация наших состояний Но сегодня наша тема не об этом Основная небольшая тема будет такая По поводу служения Есть такая тема служения Она очень активно педалируется В европейском обществе, в историческом обществе В истории общества служения И когда мы понимаем, что существует такая тема служения Ты заслужил И оно переносится в современное общество Такое понятие ты заслужил Ты заслужил Что то заслужил во времени То есть очень важно То соответственно в американском менталитете Отсутствие прошлого, настоящего, будущего Это понятие служения Оно как бы исчезает То есть нет чему, нечему его приклеить Нет почвы, на которой вы можете его посадить И вырастить это служение И соответственно как это себя потом опять же мотивирует То есть у нас есть такая Европейско-Азиатская, Восточная менталитете Тема Заслужил Какие-то почести Какие-то ординаты, медали и так далее И эти заслуги твои Переносят тебя по какой-то социальной лестнице Социальной иерархии Соответственно у тебя имеется такое преимущество Перед другими людьми Потому что ты заслужил ранее Какими-то действиями, поступками Что ты совершил Что ты доказал Достиг чего-то, добился И так далее Такие наши всем знакомые эпитеты Социальной иерархии Так вот в американском менталитете этого нет И когда на бытовом уровне люди обращаются к этой теме Приходят в ресторан европейский Или в ресторан американский Два типа ресторана Совершенно разные У них цели преследуются В одном ресторане европейском Типа Там институт служения иерархии существует И вы приходите в ресторан Чтобы вас обслуживали Чтобы ваш ресторан обслуживал Создал определенную атмосферу Обслуга была Чтобы официант там Как-то подавал вам блюда И так далее То есть это европейская тема такая большая Именно исходит из служения Исторического служения Культурного служения Традиционного служения И так далее Которое именно происходит Из понятия растяжимости времени В американском менталитете Вы когда приходите в любой ресторан У вас возникает вопрос Почему на чай отдавать На чай отдавать официанту Почему-то Именно потому что Отсутствует понятие служения То есть вас ресторан не обслуживает Нет такого типа Он вам предоставляет питание Площадку Эрию Оформленную достаточно аскетично И официант поступает В роли временного служения И вот за это временное служение Официанта Человека То есть да Какого-то там Девушку или парень Официант Вас обслуживает В какой-то момент И соответственно Между вами возникает Временное отношение служения Которое требует компенсации Причем компенсации требует Не в сторону Как вы думаете Официанту вы платите За обслуживание На самом деле нет Это не чаевые Вы платите самому себе То есть наоборот Смотрите на эту ситуацию То есть вы наоборот Мотивируйте Тем старым словом Мотивация Если у вас еще присутствует Мотивируйте себя Вот этим знанием Которое я вам даю Что вы компенсируете Себе Себе Свою собственную Собственное попадание Во время То есть вы Как бы Попадаете опять В прошлое И будущее свое Что вы Вас обслуживает Вы достигли Какое-то положение В обществе У вас материальное Какое-то положение Имеется Вы можете себе позволить Сходить Дорогой ресторан Национальной кухней И так далее Либо еще Как-то себя Поставить Поднять И так далее Создать Самооценку Самоуважение Самовлюбленность Создать Посещением ресторана Соответственно И вы Наносите себе Ущерб Наносите Когда Вот это Внутреннее Появляется Ощущение Что вы Ресторан Посещаете По причине Вот по такой То Соответственно Вам Вы себе Садаете Ущерб Внутренний Внутренний Вашему коннекту Ваш коннект С вашей природой Нарушается Вы Становитесь Неравны Неравны Понимаете То есть Вы Становитесь Выше Своей природы Выше Природы Вы себе Поднимаете А я Выше Этой Природы Я Царь Природы И так далее И такие Эпетиты Помните Я царь Природы И так далее Могу Эту Природу Изменять И так далее То есть Это Понятная Наша Есть Тема Противоречия Человеку Природы С одной Стороны Человек Хочет Быть В родстве С природой А с другой Сторон Он с ней конфликтует С этой природой Так вот Именно Состояние Трансформация Внутреннее состояние Происходит Когда у вас Адаптация У вас происходит Состояние К внутренней природе К своей И эта внутренняя природа Она равна вам Понимаете Вы равны Внутри себя Вы равны Своей собаке Вы равны Своему Буеву Вы равны Своей птице Которая внутри вас Природа ваша Понимаете Вы равны ей И если вы Ставите себя Выше Выше Вы говорите, а я-то заслужил вот такого обслуживания в этом ресторане, я пойду туда, и так далее, и моя самооценка, и так далее. То есть, ваше животное становится в другое положение, понимаете? Оно становится в положении слуги какой-то, прислуживает вам собака, прислуживает вам собака. Уловили тему, да? Уловили. И, соответственно, вы когда в ресторане платите чаевые, вы платите не официант, вы себе платите фактически. То есть, вы как бы откупаетесь от этого официанта, дистанцируетесь, говорит, нет, нет, вы меня не обслуживали, вот вам денежки, денежки возьмите, вы не обслуживали меня. Вы не обслуживали, я равен, я равен с вами, я равен, моя природа внутри меня равна, я не поднимаюсь, я не поднимаюсь, я не поднимаюсь в самооценку, я не поднимаюсь в самоуважении, в самовлюбленности своей. Я остаюсь равен, моя внутренняя собака равна мне, я равен ей, понимаете? Тогда у вас с этой собакой коннект, соединение получается правильное. И тогда наш адаптер подойдет к этим дырочкам. К дырочкам подойдет наше внутреннее сознание, какие-то наши способности когнитивные. Они как бы передаются собаке. Передаются, понимаете. Соответственно, от собаки вам передаются. Природные инстинкты, способности, чутье, о котором мы будем говорить еще. Чутье собачье, нюх передается вам, ощущение интуиции передается, природное вам. А вы собаке что передаете? Вы собаке передаете когнитивные способности. Посмотрите на американских собак. Совершенно другие животные, не похожие вам с вашими отечественными животными. Когда заходите в какой-то двор вашим отечественным, и, соответственно, вы сразу видите, что собака какая-то обозленная, злая, лает. Какая-то она агрессивная. Но она проявляет свои не те качества, которые... То есть собака как слуга выступает. Она ей говорит, ты служи мне, ты давай храня мне дом, защищай меня, собака. И так далее. Потому что я твой хозяин, я твой хозяин. И так далее. А когда вы приходите, видите американскую собаку, она совершенно другая. Она дружелюбная, она такая понятливая, какая-то интересная. Такая собака на собаку совершенно не походит. Поэтому, друзья, когда вы приходите к этому пониманию, что вы создаете соединение внутреннее, коннектируетесь, коннект создается у вас с помощью этого адаптера, о котором мы с вами говорим, который мы говорим как адаптер к американскому менталитету, то вот этот менталитет существует как естество природное. Соединяется с вашей когнитивной способностью, с вашим разумом. Вы же человек разумный, а собака неразумная. Как соединить эти два элемента? Как вы можете соединить? С помощью равенства. Вы равны собаке. Собака равна вам. Вы передаете ей свои когнитивные способности, когнитивные какие-то навыки и так далее. Она вам передает свою интуицию, свое чутье передает вам. Природное, понимаете? Потому что природа нашего рептильного мозга, она очень древняя, скажем, как говорят, и там большой-большой запас способностей всяких имеется. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами говорили о том, что такая ваша позиция в ресторане, в американском, когда вы едете на чай, и вы... Не надо этого осознавать, что вы осознаете, что вы заплатили там, понимаете? Заплатили официанту на чай, и вот я тебе заплатил. На чай, вот ты меня обслуживай. Понимаете? Нет такого. Нет такого осознания создавать внутри себя. Вы, наоборот, откупаетесь от него. Откупаетесь от того, чтобы вы не стали выше. Вы равны этому официанту, понимаете? Вы равны своей внутренней собаке. Поэтому, друзья, платить на чай в американском менталитете, в американском образе жизни, в ресторане, это нормально, это естественно, и это как ваша такая страховка. Понимаете? Вы как бы страхуете себя. Дали больше на чай? Нет, дальше больше не надо давать на чай. Надо дать столько, сколько надо дать. Как принято дать. То есть, если вы себя подняли сильно высоко, как-то в какой-то момент, в настоящий момент времени подняли, оторвались от своей природы, оторвались, зависит от вам больше вносить такую благотворительность. То есть, есть такая, например, тема в американском образе жизни благотворительность и помощь какая-то. Вам надо вносить туда больше помощи. Это тоже такая же тема. Вы относитесь через благотворительность, а возвращаетесь к своей внутренней природе, к крайнеству. Поэтому, друзья, сегодня была тема у нас с вами. А почему в американском образе жизни такая существует обязанность даже, обязанность, вы такие приходите в ресторан, и вас так надо на чай заплатить, а вот там в чеке еще на чай, а вот еще и так далее. И вы такие возмущаетесь, почему на чай здесь что-то давать. Вот у нас там в отечестве, в Европе, где-то в Азии, где-то что-то на чай не дают. У нас все включено, все включены, все чаевые, все там включено. И там чек большой такой, и я такой, ууу, я заплатил много, я себя уважаю, я самооценка повысилась, я сходил в какой-то ресторан, да я всем расскажу, да я туда пойду с друзьями, да мой там вот такие мы особенные, мы их, и так далее. Нет, здесь вам, вот сюда к этому прийти надо, к своей природе. И с ней соединиться, чтобы с ней соединиться, вы не можете сделать из собаки слугу, понимаете? У вас внутренние слуги не должно никакой быть. Она ваша, ваш друг, понимаете? То есть, вот это понятие, собака, собака ваша друг. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Виталий. Пока-пока.